Каковы теоретические основания изучения культурных индустрий? Во-первых, теория культурных индустрий четко выделяет четыре категории продуктов или пять категорий продуктов. На самом деле, сегодня их выделяет уже девять, но я не буду сейчас на всех останавливаться. Главное – это устройство для осуществления музыкальной или культурной практики. Что это? Это музыкальные инструменты, это так называемые девайсы, при помощи которых мы употребляем культуру и так далее. В них не заложен творческий труд, поэтому мы их не рассматриваем, они не относятся, они инкорпорированы, но они не относятся, строго говоря, к непосредственно медиапродуктам или продуктам культурных индустрий. Они относятся к продуктам индустрий информационных, технических и так далее. Второе – это самое важное. Это воспроизводимые продукты, производящиеся с участием творческих работников. Что значит воспроизводимые? Мы говорили с вами о Вальтере Беньямине, когда говорили о критической теории. Собственно, воспроизводимые – это значит, что есть нулевая копия, и с этой нулевой копией, с мастера происходит тиражирование этих продуктов. Музыка записана, есть нулевой диск, и с него делается тираж музыкального диска. Есть нулевая пластинка, и с него делаются все остальные. Есть нулевой экземпляр фильма, и с него делаются остальные прокатные копии и так далее. Вот это и есть сердце культурных индустрий. Сердце, потому что внутри процесса по производству этого, так сказать, продукта есть, с одной стороны, творческая работа, которая неоцениваемая, которая очень сложно оцениваемая, которая очень часто делается очень компактными ремесленными группами, группами акторов, ну, группами продюсеров, чаще всего самих артистов и так далее, которые очень узким коллективом делают само произведение. Пишут стихи, делают песни, например. Вот это и есть. А потом в игру вступают, как правило, продюсеры или даже записывающие компании, компании, которые выводят этот продукт на рынок, объединяют его, продают, организуют сеть сбыта и так далее. Третье, частично воспроизводимые продукты. Что такое частично воспроизводимые продукты? Частично воспроизводимые продукты – это продукты, тираж которых искусственно ограничен. Очень часто это какие-то редкие книги по искусству, которые специально издаются очень небольшими тиражами, чтобы быть дорогими. То есть, они воспроизводимы, но они частично воспроизводимы, и за счет этого относятся к категории индустриальных продуктов. Безусловно, есть продукты рыночные, но невоспроизводимые, театр, Театр-продукт невоспроизводимый, у вас каждый раз в спектакле артисты играют заново, у вас нет нулевой копии, у вас столько раз, сколько вышел артист на сцену для игры в очередном спектакле, столько продуктов и есть. Каждый спектакль в этом смысле уникален и поэтому этот продукт не является воспроизводимым, но его нельзя отнести к категории индустрий, он не является индустриальным или индустриально-произведенным, потому что индустриализация предполагает массовость и стандартность производства. Индустриальный продукт одинаковый, он этим отличается от ремесленного производства, где сапоги, произведенные ремесленническим способом у одного и того же мастера обувных дел будут разными, потому что он в один сапог вбил 25 гвоздей в подошву, а в другой 32 по тем или индустриальным причинам. Разные продукты производятся штучно каждый раз, а индустриальные продукты – это когда эти сапоги делают с поединным лекалом на заводе с использованием машинного труда, где ровно четко одинаковое количество гвоздей, ровно четко одинаковая форма стопы и так далее. Это не индустриализированные продукты, но коммерческие. Я имею в виду театр, например, отчасти мюзик-холл, хотя он более индустриализирован, тем не менее. И, наконец, еще пятая категория продуктов, которую мой коллега Бернар Мьеш, который является основателем этого направления, называется «социальные обмены». Это то, что мы сегодня наблюдаем в интернете – это поисковые системы, социальные сети и так далее. Это еще одна категория воспроизводимых продуктов. Соответственно, в чем характеристика главная, я уже сказал – непостоянство использования. Поскольку есть непостоянство использования, то есть, в некотором роде, непредсказуемость использования этих товаров, естественно, есть определенные механизмы, которые позволяют минимизировать риски и управлять этими категориями индустрии. И они свойственны только этим видам индустрии. Что это? В первую очередь, это то, что называют ученые диалектикой альбома и каталога, то есть, когда подсчет стоимости этих продуктов осуществляется не по продуктам, а по сериям продуктов. Когда у вас на рынок выводится не одна книжка, а сразу книжная серия от одного автора, 10 книжек. Почему? Потому что вероятность того, что из этих 10 книжек хотя бы одна выстрелит, больше, чем продавать по одной. Соответственно, бюджетируется сразу серия книжек, и если выстреливает одна, она оказывается бестселлером и зачастую приносит прибыль, которая покрывает издержки на и затраты по производству всех остальных девяти. То же самое с музыкальными альбомами. Откуда возникла вообще категория музыкального альбома? Почему? Потому что на альбоме несколько треков, и, как правило, из одного-двух треков альбом покупают, тогда как на нем может быть 15 треков. И это та же история. Из-за непостоянства использования, чтобы минимизировать риски, они пакетируют несколько видов продукции. По той же логике работают кабельные каналы, кстати говоря. Нам продают кабельный пакет из нескольких десятков каналов. При этом мы чаще всего осуществляем наш выбор на основе одного-двух, а остальные просто нам сверху даются. Следующий элемент – высокая маржа, то есть им свойственно высокая маржа. Цена, которая назначается на эти продукты, всегда существенно выше, чем затраты. Третье – это, как правило, неподчинение законам солариата, то есть зарплатным законам. Как правило, в индустриях культурных зарплата используется только в тех сферах, которые не касаются непосредственно творческого труда. Зарплатная схема используется там, где есть стандартный повторяющийся труд, например, в тиражировании этих продуктов или в их выводе на рынок. Но чаще всего это не зарплатные схемы. Что это такое? Это схемы, предполагающие оплату гонорарную, сдельную и так далее. Эти схемы позволяют делать креаторов, то есть создателей творческого контента, независимыми от тех, кто этот контент продает. То есть заключается авторский договор между издателем и автором. Как правило, в этом авторском договоре специфицируется, какой процент от продаж книги получит автор. Таким образом, часть рисков по непродажам книги лежит на плечах самого автора. Если книга плохо продастся, то от этого потеряет как сам издатель, так и автор. Это называется разделение рисков или ответственности. В данном случае это называется всеобщий субподряд, то есть наличие большого количества субподрядных мелких организаций, которые выполняют. Отдельная организация занимается кастингом на фильме, отдельные организации занимаются ролями, отдельные организации занимаются костюмами и так далее. И каждый из них получает проценты от бокс-офиса, то есть от продаж фильма, грубо говоря. И соответственно рискуют все, все в одной лодке, потому что чем хуже окажется фильм, соответственно чем хуже фильм сделал каждый из этих производителей, тем хуже будет продажи, тем меньше каждый из них получит денег. То есть риски делятся между теми, кто выводит товар на рынок и творческими работниками. Творческий работник при этом формально независим, он заключает контракт индивидуальный на данные конкретных продуктов, он может на следующий продукт заключить контракт с кем-то другим. То есть он в этом смысле, это механизм поддержания формальной независимости, конечно, в значительной степени формальной, формальной, потому что огромное количество мы знаем издателей и так далее, в реальности, конечно, держат авторов на фактически постоянной схеме, постоянно сотрудничают именно с конкретными авторами, и не просто содержат, а командуют ими, то есть фактически говорят им, что конкретно нужно написать, какого типа произведения они ожидают для того, чтобы оно потом продавалось. Да, исходя из этого, конечно, нет никакой автономии автора, но это сохраняется еще с тех былых времен, когда автономия существовала, когда автор просто приносил рукопись в издательство, и редактор говорил, возьму или не возьму, хотя и сегодня эта схема используется. Соответственно, безусловно, работа, творческая или креативная, как ее еще называют, работа, она организована тоже специфическим образом, то есть непосредственно творческий труд, труд по созданию самого произведения, то есть контента в культурных и индустриях содержания, это труд, организованный, как правило, ремесленным образом. Как правило, очень небольшие коллективы людей производят такого рода продукты, то есть коллектив людей, которые создают сценарий фильма очень небольшой, коллектив людей, которые создают всю его творческую часть, а дальше уже работают актеры, коллектив людей, которые делают телевизионную программу, он тоже достаточно компактный, коллектив людей, которые делают книжку, но еще более компактный, это часто один автор, коллектив людей, которые делают музыкальный диск, группа, небольшая, музыкальная, как правило, группа, все это ремесленные способы производства. Они ремесленные, потому что они каждый раз индивидуализированные, отдельные. И, соответственно, исходя из этого, значительная часть таких работников вознаграждается за рамками привычной схемы заработной платы, то есть солариата, при помощи либо гонораров, при помощи платы за строку или за определенное количество произведенной продукции, за страницу, как в сценарии, например. Ну или это система копирайта, когда нет авторского права, и это не проценты от продаж, а есть фиксированный контракт, в котором, тем не менее, каждый раз прописывается четко сколько получит один другой, сколько получит издательство, сколько автор. И дальше все зависит от того, кто продешевил. Существование своего рода инкубаторов, то есть наличие такого набора фиксированного вокруг каждой компании, которая производит медийные большие продукты, набора фиксированных творческих работников низового состава типа авторов, типа тех, кто будет помогать на съемках и так далее, которые не связаны законами заработной платы, но которых как-то подкармливают мелкими какими-то социальными подкормками, денежными небольшими мотивациями и так далее, для того, чтобы они все время были наготове, для того, чтобы в любой момент можно было их взять на проект. Потому что это проектная модель. Это модель, в которой в один месяц нужно взять на работу 40%, а в следующем месяце 40% людей уволить. Поскольку работа проектная, то этап один закончен, нужно уволить 30% сотрудников проекта, нанять 30% или 40% или 50% других, которые будут заниматься совсем другими задачами и так далее. Проектная схема. Соответственно, должны быть такие коллективы или инкубаторы, людей, которые все время наготове, которым всегда можно позвонить и сказать «У нас очередной проект, приезжай, ты нам нужен для того-то, того-то». И это, кстати, направление, это одно из сложнейших социальных, с социальной точки зрения, социальной поддержки сложных вещей, обеспечит социальные гарантии этим людям, поскольку они большую часть времени простаивают. Они заняты 3 месяца в году остального времени и выжидают и ждут очередного проекта. Соответственно, возникает вопрос, связанный с тем, как их поддерживать. И это, кстати, одно из направлений в Европе, во Франции в частности, кстати, очень часто устраивают именно эти категории работников. Постановщики какие-то, не постановщики, а чаще костюмеры какие-то, работники сцены, декораторы и так далее. Они часто устраивают забастовки, потому что им не доплачивают, или потому что они получают хотя бы даже минимальную зарплату, а она необходима им для того, чтобы как-то жить, при том, что они живут от проекта до проекта. Ну и, наконец, теория моделей, которая сюда же входит. Это теория, согласно которой эти продукты коммерциализируются, выводятся на рынок. Фактически всего две модели основные, остальные являются подчиненные им. Первая модель – модель издательская, модель, предполагающая, что продукт продается на рынке, и за него платят деньги, как правило, потребитель, то есть потребитель пришел в магазин, купил книгу, эти деньги пошли частично издателю, частично автору, скачал контент, заплатил за него деньги, то же самое, ну и так далее. Подключился к кабельной сети, заплатил деньги за ее эксплуатацию, ну, частично, да, та же издательская модель. Вторая модель – модель потока, потоковая, которая свойственна коммерческому телевидению и радиовещанию. Это модель, в которой сам потребитель ничего не платит, платит рекламодатель. Рекламодатель платит радиостанции или телекомпании за доступ к этой аудитории, да, и она потоковая, потому что это потоковая, да, это не просто продукт ты купил и можешь все время эту книжку открывать и доставать с полки и так далее, это некое линейное потребление. Сегодня все эти модели, конечно, перемешаны за счет того, что сегодня и видео можно смотреть линейно, можно нелинейно, можно сайты скачивать и так далее. Ну, да. Ну. Субтитры создавал DimaTorzok